Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем уже восстановленном виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня я вам расскажу, что с нами приключилось, почему произошла такая ситуация. В случае, если вдруг что-то подобное повторится, к сожалению, никто из нас от этого не застрахован. Где нас искать? И как вам, если вы ведете какие-то свои блоги, избежать вот таких неприятных ситуаций? Итак, первое. Вчера нас заблокировали. Я думаю, что некоторые из вас обнаружили, что канала Виноград в Минске нету в ваших подписках. Кто-то увидел там совершенно другой логотип, достаточно известного бренда с регистрацией в Соединенных Штатах. То есть вы увидели, что что-то происходит не то. Большое спасибо тем, кто нам позвонил, кто нам написал, кто волновался, что с нами случилось. Очень приятно. Мы очень ценим эту поддержку и низкий вам поклон за это. Так вот, что же произошло? Значит, наш канал взломали злоумышленники. Ну и, соответственно, наши видео скрыли, убрали. Добавили свое, свои логотипы, свои названия. Ну, все-все свое. Компания Google и YouTube в частности, там стоят определенные алгоритмы. И они распознали, что это какое-то непотребство, нарушающие принципы их сообщества. И поэтому они канал полностью удалили. О чем нам пришло уведомление? Конечно, мы тоже очень быстро отреагировали. Написали в техподдержку, что так-то, так-то мы на самом деле ничего не делали. Это все плохие дяди. И, конечно, у нас была надежда, что нас восстановят. Но мы, скажем так, не надеялись, что это произойдет так быстро. Вот, к счастью, и надо отдать должное компании, что все-все произошло действительно в течение одного дня. И уже к вечеру многие из вас увидели как раз-таки не отсутствие полностью в подписках, а увидели вот этот вот чужой логотип. Ну, как только мы получили назад доступ к своему каналу, то, конечно, мы уже все поменяли обратно. На сегодняшний день мы восстановили все наши видеоролики, которые собрались на канале за это время. И теперь доступ к нашему каналу, вот он есть в полном объеме. При том, что, повторюсь, мы не ожидали, что все произойдет так быстро. Более того, у меня есть второй ютуб-канал, ютуб-канал по украшениям своими руками. Там, конечно, гораздо меньше подписчиков, порядка 17 тысяч. Вот он тоже попал под раздачу, ровненько с той же историей, ровненько с тем же логотипом. По-моему, даже с теми же видео. Ну, вот на сегодняшний день тот канал еще не восстановили. А виноградному повезло больше, его восстановили вот в такие короткие сроки. Единственное, смотрите, когда вы заходите на главную страницу канала, вам пишут, что здесь пока ничего нет. Но если вы щелкните на кнопочку видео, вот, то здесь все наши ролики в полном объеме. Ну, я думаю, что сейчас вот в этом разделе главная, да, на главной странице канала по мере загрузки новых видео, они будут появляться. В любом случае, то есть, нажав, да, на кнопочку видео рядышком, вы получите доступ ко всем роликам, напомню, в прежнем объеме. Теперь, где нас искать в случае, если подобная, либо схожая ситуация повторится, если вдруг нас заблокируют? Уже некоторое время назад я вам рассказывала о том, что наш канал продублирован на Яндекс.Дзене. Абсолютно в том же объеме. Все эти же видео мы сейчас выкладываем параллельно и там, и там. И все старые ролики мы также загрузили на Яндекс.Дзен. Под этим роликом, нажав кнопку «Еще», в описании ссылку на Яндекс вы найдете. Кроме того, в любом поисковике, если вы введете запрос «Виноград» в Митске Яндекс.Дзен, то тоже попадете ровнее, как нам. Также, если вдруг мы исчезем с горизонтов, то у нас есть контакты, с нами всегда можно связаться. У нас есть Viber, у нас есть электронная почта и у нас есть Telegram. Буквально вчера я создала и Telegram-канал «Виноград» в Минске. Все ссылки я вам оставлю. Иногда вы спрашиваете, почему у меня нет в WhatsApp. Да, в WhatsApp меня нет. Дело в том, что всеми мессенджерами я пользуюсь на компьютере, либо на планшете. В моем телефоне мессенджеров нет. Точнее, они есть, но это уже мои личные, скажем так, номера. Дело в том, что невозможно все время быть онлайн. Мне тоже должна быть хоть какая-то личная жизнь. Поэтому все, что касается виноградарства, виноделия, вот эти все мессенджеры я устанавливаю на компьютере, либо на планшете. Ну и регулярно все это просматриваю. Так вот, к сожалению, WhatsApp очень плохо работает на этих устройствах. Там постоянно нужна идентификация, там постоянно нужны какие-то обновления. Поэтому от WhatsApp я отказалась. Тем не менее, Viber, Telegram – это работает. Электронная почта тоже работает. Вот это я просматриваю, мониторю регулярно. Да, еще есть Instagram. В общем, ссылку на все вот эти вот мессенджеры, социальные сети, которые мы ведем, конечно, полноценно вести везде очень сложно. То есть предпочтение – это YouTube и Яндекс. Тем не менее, все равно где-то мы так или иначе есть. Поэтому всегда останемся с вами на связи. Ну и теперь, как обещала, расскажу, почему же так произошло. Конечно, изначально, вот вчера утром, когда мы увидели вот эти блокировки, вот эти взломы, ну, очень много разных было мыслей. Почему так? Где мы провинились? Что мы сделали? Но потом все оказалось достаточно просто. Некоторое время назад нам пришло предложение о рекламном сотрудничестве. Все выглядело очень натурально, все выглядело очень правдиво. Там и персональный менеджер. Ну, не к чему придраться. Конечно, периодически такие письма приходят, ну, как правило, это предложение о сотрудничестве от каких-то компаний, которые выпускают компьютерные игры. И понятно, что, скорее всего, это все разводы. Почему? Потому что целевая аудитория не та. Если мы немножечко понимаем вообще в маркетинге и продвижении, то рекламировать на виноградном канале какие-то молодежные компьютерные игры, наверное, не самая лучшая площадка. Ну, здесь вроде бы как бы все более-менее подходило. Плюс персональный менеджер, с которым я связалась. Там девушка мне все красиво рассказала. Да-да-да. И прислали нам презентацию. Ссылка на Dropbox. Там должна была быть презентация, чтобы мы посмотрели вообще, что нам надо делать и так далее. И вот оказалось, что именно там был вирус. Мы узнали об этом позже. Сейчас тоже расскажу, как. И вот этот самый вирус, хотя наш антивирус немножко ругнулся, но мы как-то не обратили на это внимание. И вот через некоторое время получили то, что получили. И уже вчера вдруг у меня закралась мысль, что может вот эти вещи взаимосвязаны. Я как раз-таки посмотрела мессенджер. Мой якобы персональный менеджер с 8 апреля в сети не появлялся. Тогда я стала искать в интернете какую-то информацию про эту компанию, отзывы о рекламном сотрудничестве. Ну, что-то вот такое. Ничего, кстати, не нашла. А потом решила проверить вот тот номер телефона, который у меня был в мессенджере. И по этому номеру телефона первая мне выскочила информация, что вот такой-то вот развод с этой компанией, вот с таким-то рекламным сотрудничеством. И, кстати, поисковик Google не нашел, это нашел поисковик Яндекса. То есть в данном случае Яндекс работает лучше. Ну, а дальше я уже все почитала, все по классике. И вообще такие взломы, они происходят со многими блогерами. Тоже вчера я уже несколько углубилась в эту информацию, посмотрела, что взламывают и большие каналы, и маленькие, разные. Ну, вот скорее всего, что какими-то этими предложениями рекламном сотрудничестве я так могу предположить, что поступают они от разных компаний, но результат один. То есть вот это классическая схема взлома, когда меняется полностью. То есть они скрывают всю вашу информацию, канал переименовывают и запускают там прямые эфиры, либо какие-то другие видео, после чего YouTube это все распознает, и канал блокируется. Ну, если вдруг вот вы попали в такую ситуацию, надо писать в поддержку. Наш пример показывает, что шанс на восстановление есть. Хотя повторю, что второй канал мой, к сожалению, пока что не восстановили, но я тоже надеюсь, что все-таки там ситуация решится положительным. Ну, это тоже труд, которого, честно говоря, жалко. И тоже надо все проверять, всю информацию. Когда-то вот летом, в прошлом, я вам рассказывала про химические препараты, как их подделывают, что пишут название известных фирм, только добавляют там где-то одну буковку, практически полностью копируют логотип, и нам кажется, что, ну, вот эта компания, которой можно доверять. К сожалению, мошенников сейчас много, поэтому доверяй на проверяй. Лучше лишний раз убедиться, что все честно, все хорошо. В конце концов, отдельно через поисковик, например, найти компанию, позвонить им, написать и спросить, действительно ли вы предлагаете такое сотрудничество. То есть лучше в этом лишний раз убедиться, чтобы потом не было так мучительно больно. Хотя я считаю, что мы делались легким испугом, и нам очень повезло. Так что продолжаем работать. В ближайшее время, конечно же, видео про виноград, про вино, про какие-то смежные темы. Как раз сейчас сезон подготовки земли к посадкам. То есть все это будет. Мы остаемся на связи. И напомню, что если вдруг где-то мы исчезнем с горизонта, то пробуйте нас искать где-то в других местах. Везде исчезнуть невозможно. Так или иначе, мы будем оставаться с вами на связи. Большое вам спасибо за просмотр. Большое вам спасибо, что вы нас любите и цените. Я с вами прощаюсь. Если вдруг вы от нас отписались, потому что канал вдруг стал другим, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На связи и до новых встреч!